Всем привет, друзья! Не так давно у меня появилась семья ярких и красивых жнецов Месар Хебреус. Да-да, тех самых, которых все недавно звали Египтиакусами. Сегодня я расскажу вам, чем же они отличаются друг от друга, а после буду заселять Хебреусов в Формикарии. С вами Колонист, поехали! Итак, почти сразу по приезду семьи я подключил им маленькую арену, так как рабочих было уже больше 50 и чуть ли не при каждом кормлении кто-то сбегал. Муравьи достаточно агрессивные, что является характерной чертой муравьев Ближнего Востока и вообще пустынных видов, да еще и бегают довольно быстро, без арены обойтись было бы трудно. Теперь кормление и уборка стало гораздо проще, а муравьи получают меньше стресса, да и песок любят копать, перетаскивают песчинки и с одного угла в другой. Заметил, что эти жнецы при наличии раздражителей подгибают брушка во время бега. Чаще всего это можно наблюдать у королевы. Но главной особенностью этого вида, конечно же, является их яркий окрас. Если месар ярче, трудно сказать, но еще есть как минимум один вид, который может потягаться в этом с хибреусом. Если бы я получил эту семью годом ранее, то наверняка как египтеакуса. Подход к определению видов стал более вдумчивым и это дало свои плоды. Оказалось, что все, ну или почти все муравьи, которых завозили как месар египтеакус, на самом деле месар хибреус. Разница видна на этих фото. У хибреуса отсутствует шип на пропозиуме, а у египтеакуса он есть. Египтеакус обитает в большинстве стран Северной Африки и Израиля, в основном в Южной части. Хибреус же только на Ближнем Востоке, в Иране, Ливане, Сирии и также в Израиле, причем для него более характерен север страны. Собственно, там и была поймана эта королева. За последние несколько недель семья неплохо подросла и самое время заселять их в новый дом. Я разработал новый фармикарий Ангард Хаус. Ферму, конечно же, можно расширять с помощью вот таких модулей гнезд, а также вот таких модулей арен. Но это в будущем, когда муравьи заполнят весь фармикарий. А сейчас приступим к заселению. Нам понадобится поилка, кормушка и маленькая карага в качестве декорации. Также хорошенько увлажняю гипс. Теперь закрою пробирку ватой. Можно отсоединять арену. Много муравьев оказалось на столе, собственно чего и следовало ожидать, уж очень они шустрые. Закрою ватой отверстие на арене. Ну вот, пробирка отдельно, арена отдельно. Соберу в нее оставшихся за бортом муравьев. Готово. Можно пока закрывать крышкой, чуть позже отправлю их сразу на арену фармикария. А пока размещу здесь поилку, кормушку и маленькую карагу. Теперь подключаю один конец трубки к фармикарии, а второй к пробирке с муравьями. Надеюсь, в этот раз без побегов. Теперь можно понаблюдать за первыми муравьями, которые такрояно побежали исследовать свой новый дом. Перекину муравьев с маленькой арены на арену фармикарии. Вот и все, семья снова в сборе. А я затемню фармикарий черной салфеткой и дам им время спокойно переселиться. Завтра посмотрим, получилось у них или нет. Итак, почти вся семья находится в фармикарии. Причем предпочли они в основном более сухую камеру без гипса. Эти муравьи не очень благолюбивы и не стоит сильно увлажнять гипс. Сейчас попробую аккуратно отсоединить пробирку. Ну вот, конечно же, снова несколько шустрых малышей оказались за пределами фармикария. Мес архибреус муравей хоть и не очень крупный, но характер у него весьма агрессивный. Что ж, пока не выбежало их еще больше, возьму другую заглушку и перекрою им выход. А оставшихся отправлю на арену фармикария. Кажется, все, можно закрывать. По прошествии нескольких дней можно точно сказать, что в этом фармикарии муравьи чувствуют себя отлично. Королева, как ни заглянув, все мимикрирует под мирмикарию. Выглядит это, конечно, забавно. Постоянно появляются новые яйца. Уже есть парочка крупных куколок. Не солдаты, конечно, но эти рабочие будут крупнее всех остальных. Муравьи ведут себя активно, реагируют на любой раздражитель. Будто вибрация при открытии крышки или свет. Сразу выбегают на арену и облюбляют карагу. Тем самым дают невозможность снять несколько интересных кадров. Это жнецы и основа их рациона семена, а у этих их совсем нет. Не порядок, нужно это исправлять. Друзья, если вам было интересно, ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на канал и жмите на колокол, если не хотите пропустить следующее видео. Также подписывайтесь на страничку инстаграм, группу вконтакте и телеграм-канал. Все ссылки в описании к видео. У меня же на этом все. Всем пока.